В 60-е годы Тюменскую область называли территорией строительных площадок. Этот статус дан благодаря освоению нефтяных и газовых месторождений, значимых для страны. На строительство новых городов съезжалась молодежь со всего Советского Союза. Сюда очень много ехало молодежи. Здесь много открывалось месторождений, одно за одним. Поэтому привлекала молодежь именно вот эта тема, поработать там, где трудно. Мы не боялись этого. Приехали, знали, что здесь ничего, не будет никаких условий, таких, как на большой земле. Но однако мы все здесь остались, создали семьи. В Нефтьюганске на разных предприятиях создавались комсомольско-молодежные коллективы. Имена каждой девушки своей бригады маляров-строителей Роза Полушева помнит до сих пор. А свои браки, Надя, Люба. Это тоже Люба. Все вручную таскали. Шпаклевку в ведрах, мешки на плече. Сложно, конечно, было. Штукатурили морозы, в рукавицах оровняли вот эти швы, пазы, называется, и звездки белили, чтобы нефтяникам жилье сдавать. В январе в честь 50-летия в ЛКСМ комсомольцы совершили знаменитый лыжный переход до столицы. Участники именовали себя снежным десантом. Главной их задачей была рассказать об успехах и возможностях стройки Усть-Балык. В 68-м году группа 7 человек под предводительством командира Владимира Шагина вышла из Усть-Балыка и направилась в Москву, преодолев практически 3000 километров за 56 дней зимой. Вот на этих лыжах они встречали людей в разных населенных пунктах и приглашали сюда для того, чтобы строить эту территорию. Около сотни экспонатов, вещи, фотографии из личных архивов и документы размещены на полках выставки «Не гаснет пламя молодых сердец». Для молодого поколения и для всех желающих узнать историю города, познакомиться с предметами и вещами тех лет, двери музейного комплекса открыты ежедневно. А сама выставка будет работать до 28 апреля.